Травимся, травимся этим. Все люди, это как можно жить. Эта история началась около месяца назад, когда жители села Ивановка пригласили нашу съёмочную группу, как говорят художники, на натуру. Встреча состоялась возле семена фермы, которая дарит округе непередаваемые ароматы. По словам сельчан, попасть на встречу с владельцами этого хозяйства они никак не могут, поэтому решили озвучить проблему через наш канал. Мы вот летом задыхаемся от жары, а окна открываем, у нас вся вонь, извините, всё в окна идёт. Дома дышать нечем. Зимой и осенью они чистят ночью, прям слыхать, чистят ночью, это куда? Это всё на улицу. Потом они откачивают, это выводят, и, конечно, запах будет. Даже указатели не надо ставить, это вот примета вот такая уже на Ивановку пошла. Сначала будет вонять, а потом будет кладбище. Рядом школа, детсад находится. Этим воздухом, не то что население, даже дети. Эта ферма существует в Ивановке уже давно. Построенная как птицефабрика, она со временем переквалифицировалась в откорм-совхоз для поросят. Шли года, менялись владельцы хозяйства. Сейчас здесь содержатся свиноматки и маленькие поросятки. И от этого, по мнению сельчан, запах стал просто невыносимый. Дело в том, что здесь на них нужно проверить все документы. Положено ли им здесь держать маток, свиноматок, чтобы они здесь родили поросят. Это был откорм-совхоз. Почему сейчас превратили вот это всё в свинарник? Сами владельцы фермы не отрицают того, что их хозяйство доставляет неудобства жителям ближайших домов. Но, с другой стороны, без специфического запаха не бывает животноводческого предприятия. В данный момент поголовье свиньи здесь 2000, варьируется от 2 до 2,5. А в поголовье здесь такое маточное содержание и маленькие поросята. После чего маленькие поросята вывозятся в отдельное хозяйство, находятся в Суховском отроге над кормом. Возле каждого корпуса у нас есть выгребная яма. Полы у нас в некоторых местах деревянные, в основном бетон. Стоит транспортер навоза удаления, навоз сливается в ямы. После чего насосом выкачивается в емкость и трактором вывозится на поля, принадлежащие у Студенецкой. У нас проводится система такая пусто занята. Прошел опороз, корпус освобождается, происходит дезинфекция. Это по поводу дезинфекции. А уборка корпуса проходит ежедневно, два раза в сутки, утром и вечером. Наше предприятие изначально до предшествия хозяйства было построено в 1961 году. А люди, которые понастроили коттеджи, граничащие нашим забором, не соблюдают санитарно-защитные зоны. Нет, они раньше жалобы были, проходили замеры воздуха, сдавали в санкт-инстанции. Как бы все в пределах нормы. После общения со съемочной группой жители села Ивановка отправились на встречу с главой БМР Александром Соловьевым. Они попросили руководителя района посодействовать в решении проблемы. Нас туда никто не пускает. Сейчас они поставили все камеры. Но на автобусе проезжаешь невозможно. Вообще автобус питается, и чуть ли не до самого красного яра стоит до этого автобуса. И реакция со стороны фермеров была. Уже через три дня они встретились с жителями Ивановки и рассказали о том, как будут решать вопрос с запахом. И неважно, что подтолкнуло владельцев хозяйства на общение с сельчанами после многих лет молчания. Обращение в СМИ или к главе района. Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки. С проблемами мы потихонечку начинаем справляться. Более часто начали вывозить продукты жизнедеятельности свиней. Более тщательно убираем свои корпуса. Прикрыли двери, окна. Ну, вроде бы, как бы запах начинает тихонечку пропадать. Встретились мы с людьми, с местными жителями и пришли к общему заменателю. Кроме более тщательной уборки корпусов, фермеры пообещали к следующему теплому сезону поставить озонаторы в каждом помещении, чтобы минимизировать распространение неприятных запахов по Ивановке. Уже сейчас более 70 кубов отходов жизнедеятельности свиней вывезли с территории хозяйства, и сельчане заметили улучшение. В первых числах сентября запланирована ещё одна встреча жителей Ивановки с фермерами. Как говорится, контакт налажен.